Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу, 5 января. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодня в торговой сессии с вами проведу я. На сегодняшний день давайте рассмотрим, какие ключевые события нас сегодня ожидают. В первую очередь, это блок статистики из Америки в 13.30 по времени GMT на уровень безработицы и число новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственной сфере. По предварительным данным, по ожиданиям, сегодня нон-фарм, американская экономика, создаст новых 170 тысяч рабочих мест. Это на 20 тысяч меньше, чем в прошлом месяце, но так или иначе, это всегда вызывает высокую волатильность. В предшествующем дню нон-фарма, в четверг, мы вчера с вами видели статистику по занятости от ADP. Предварительные данные мы с вами ожидали, что выйдут на уровне 115 тысяч новых рабочих мест, но фактически данные всех удивили, потому что они вышли практически на 50% больше на уровне старшести из 4 тысяч новых рабочих мест. Высокую волатильность на финансовом рынке вчера это не вызвало, и индекс доллара так и продолжает котироваться на отметке 102.20. Наши сами прогнозы от этого сильно не изменились. Мы также ожидаем, что индекс доллара сейчас находится в нисходящем тренде и ожидаем его дальнейшее снижение. Сегодня также возможно как раз-таки и случится вот этот самый разворот. Дело в том, что индекс доллара сейчас находится в нисходящем тренде. Уже дошел до уровня своего сопротивления, то есть в данном случае до уровня поддержки нисходящего тренда. И возможно именно сегодня на новостях мы увидим с вами нисходящее движение. Морган Стэнли заявили о том, что они закрыли свои шортовые позиции по евро-доллару, так как ожидается дальнейшее снижение индекса доллара. Что ж, это логично. Из других инструментов, которые на сегодня также можно рассмотреть, это нефть марки Brent. Нефть марки Brent с вчерашнего дня особо в цене не изменилась и также котируется на отметке 78 долларов за баррель. По прогнозам опять-таки давайте возьмем за авторитет Морган Стэнли. На текущий момент времени они ожидают, что в первом полугодии 2024 года цена сохранится на уровне 80 долларов. Ну а дальше уже соответственно во второй половине текущего года ожидают снижение. Это связано с тем, что сейчас ОПЕК Плюс стремительно пытается поддерживать цену нефти выше 80 долларов за баррель. Этим пользуются американские производители нефти и наращивают свою добычу. Тем самым мы с вами видим, что нефть стоит сейчас плюс-минус на одном и том же значении. Что ж, посмотрим, как это все будет происходить дальше. Это были все наиболее актуальные события на сегодняшний день. Вам желаю успешной торговли и всего наилучшего. До свидания.